Новости 24 продолжают работу телеканала ННТ. С вами Зухаралиева. Здравствуйте. Скорая помощь в период пандемии принимает на себя большую нагрузку. Бригады выезжают и к больным имеющим симптомы коронавируса и к тем пациентам, которым нужна помощь из-за внезапно обострившихся хронических заболеваний, попавших в ДТП, пострадавших в ходе несчастных случаев. Помощь оказывают и тем, кто находится в самых отдаленных районах Дагестана. К ним вылетает вертолет с медиками на борту. С работой Дагестанского центра медицинных катастроф ознакомилась группа специалистов Минздрава России, прибывшая в республику по поручению президента страны. Большая территория новой базы центра позволила разместить рядом с основным зданием вертолетную площадку. Именно здесь совершают посадку медицинский вертолет с тяжело больными пациентами на борту. По данным Минздрава Республики, в период пандемии медицинский вертолет совершает до трех вылетов каждый день, доставляя в Махачкалу 5-6 больных из самых отдаленных районов. С начала года дагестанские врачи выполнили более 65 вылетов, эвакуировав 73 пациента, среди которых уже 10 детей, в том числе 5 малышей в возрасте до одного года. Это не только больные с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции, но и беременные женщины, заболевшие дети, пациенты с инфарктами, травмами и инсультами. Дагестану передадут 20 тысяч тестов на коронавирус. Помощь поступит от руководителя Роснано Анатолия Чубайса и автора проекта ОНФ «Регион заботы» Нюты Федерместер. Тест-системы, по их словам, разработаны ульяновским ученым. На закупку первой партии были направлены свыше 10 миллионов рублей, собранных сотрудниками группы Роснано в кратчайшие сроки. Всего в Дагестан Роснано планирует поставить 50 тысяч тест-систем собственного производства, приобретенных как за счет сотрудников, так и на средства, выделенные компанией на благотворительную помощь. Поставка будет осуществлена во взаимодействии с проектом ОНФ «Регион заботы». Уже определено, что партия будет отправлена в Республиканскую клиническую больницу. Кроме тест-систем, ОНФ и проект «Регион заботы» передадут больницам и социальным учреждениям республики более 40 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, а также пульсоксиметры и ДЕС-средства. В Дагестане не увеличат число авиарейсов. Федеральный Роспотребнадзор рекомендовал переждать с увеличением количества авиаполетов из Махачкалы. В соответствующие просьбы к главе республики обратилась Юлия Дюмина, заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора России. По ее словам, на сегодня из Москвы в Махачкалу летают 7 рейсов в день. В планах у руководства столичного аэропорта было увеличить эту цифру с 1 июня до 16 рейсов. Но после просьбы со стороны Дюмина и глава республики заручился, что аэропорт Махачкалы будет осуществлять работу, строго следуя рекомендациям Роспотребнадзора. В Дагестане продолжаются масштабные работы по дезинфекциям. Так, волжским спасательным центром МЧС проведена дезинфекция в Сергокалинском районе. При помощи двух единиц спецтехники спасатели провели санитарную обработку в шести населенных пунктах. Работа шла в селах Малеккинской зоны. Также проведена дезинфекция в Сергокале, в частности, здания и территории Сергокалинской центральной районной больницы. Напомним, отряды спасателей были направлены из других регионов в нашу республику после личного поручения Владимира Путина в связи с напряженной эпидобстановкой в регионе. Только искренняя поддержка и молитвы способны вылечить любые болезни. Инициативная группа представителей газеты «Ас-Салам» подарили цветы всем пациенткам третьей городской больницы в Махачкале и передали на нужды медучреждения сумму в размере 600 тысяч рублей. Отметим, что за время работы народной больницы, а это ровно две недели, всего было принято около 120 больных пневмонии, а выписано уже более 50 пациентов. Я хочу большое спасибо сказать медперсоналу, которые четко, спланированно, хорошо работали. Никакой паники, ничего не было. К тем, что нужно, говорю, весь паник вывал, пациент, они спокойно успокаивали, культурно все было хорошо, отличие. Вам спасибо за хороший регут. Муфтият Дагестана за период пандемии охватил материальной помощью почти все муниципалитеты республики. Накануне была оказана поддержка больницам и малоимущим жителям Казбековского и Дахадаевского районов. Религиозные деятели передали больницам необходимые медикаменты и кислородный концентратор для больных пневмонией. В Казбековском районе представители Муфтията ознакомились с условиями проживания медработников в Мактабе, предоставленной им в период пандемии. Они также осмотрели омывительный пункт, предназначенный для погибших от COVID-19. Помимо этого, религиозные деятели оказали материальную помощь многодетным семьям в виде продуктовых наборов в первой необходимости, а в поселковых магазинах уже по сложившейся традиции погасили долги нуждающихся. Тема, которая касается практически каждого, ведь банковскими картами пользуются абсолютное большинство людей. И именно они зачастую становятся объектом пристального интереса со стороны мошенников. Способы отъема совершенствуются, преступники действуют все изощрение. Теперь списать деньги злоумышленники пытаются и посредством Авито. Как не стать жертвой новой схемы мошенничества, расскажет Патимат Ханапова. Интернет-торговля теперь становится все более популярной. Простота и доступность процедуры – главная фишка онлайн-магазинов. Однако такое положение дел развязывает руки множеству аферистов. Относительно новым видом обмана стало мошенничество на Авито с картами. Одной из жертв такой схемы оказалась и жительница Дербента. Девушка выставила товар на сайт. Через некоторое время появился покупатель, который сообщил, что готов перевести деньги на карту. Но для этого необходимо продиктовать ему секретные данные. Я выставила коляску на Авито. Ко мне числом 17 мая звонит женщина. Она у меня спрашивает, продаю ли я коляску. На что я ответила, да, я продаю коляску. Через некоторое время звонит уже голос мужчин из молодой пары. Он говорит, вам звонила моя мама на что-то коляске, я хочу приобрести его для своего ребенка. Я могу ли вам на вашу карту этот отправить? Я сказала, мой телефон прикреплен, вы можете на мой телефон отправить. Он говорит, а если на карту вам перечислить? Я тоже не первый раз продавала, я сказала, да, можно. Необходимо помнить, запрещено передавать другим лицам данные на обороте карты, коды, передаваемые банком с помощью смс на ваш телефон. Также ни в коем случае нельзя вводить данные в банкомате, передаваемые аферистами. При их вводе преступник открывает доступ к вашим деньгам. Однако обо всем этом, к сожалению, потерпевшая не знала. Он просто вошел в доверие, и она его назвала на коды своей банковской карты. То есть номер карты назвала и обратный код. Он подключился к ее банковской карте, то есть перепривязал свой номер к ее карте. При этом она не поняла, что произошло. И в последующем подвела ее к банкомату, где под его руководством. Она выполнила команду, сняла деньги со своей карточки. И, введя ее в заблуждение, в такой временной цепь нот, не дал ей опомниться, заставил ее назвать коды, которые приходили ей в смс-сообщениях. То есть таким образом он подключился к ней. Оформил на ее имя кредит дистанционный. И после этого заставил выдать эти кредитные деньги через банкомат, а потом уже эти же деньги направить на его счета. После этого он отключил телефон и исчез со связи. Мошенники с каждым днем становятся все более изобретательными. Придумывают новые способы хищения средств с банковских карт. Развитие онлайн-торговли и использование безналичных расчетов лишь способствует этому. Но тут скорее дело не в интернете, а в человеческой наивности. Так что лучший способ деньги уберечь – это положить трубку и не вестись на сомнительные предложения. По темам Ханапова, Мурат Бекбарзов. При содействии МВД Дагестана. Два кубка эстафеты Победы прибыли и в Дагестан. Старт акции был дан 2 февраля одновременно в Бресте и Мурманске. Символы эстафеты отправились навстречу друг другу разными маршрутами и оба они встретились в Дагестане. В Дербенте по этому случаю прошел митинг у монумента скорбящей матери. Отметим, что акция проводится по инициативе пограничной службы ФСБ России. Проходит она вдоль государственных границ участников СНГ и направлена на единение и укрепление дружбы между государствами. Финиширует эстафета Победы 28 мая в Москве у могилы неизвестного солдата. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова